Всем привет, друзья! Вы на канале Столица Мира. Меня зовут Анатолий Власов. Я живу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, уже четвертый год. И в этом ролике я вам расскажу о правилах безопасности в США. Чего не надо делать в Штатах, чтобы не попасть в неприятности. Подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, нажмите жирный-жирный лайк, а мы начинаем. Поехали! Многие из вас насмотрелись разных фильмов и думают, что в США как-то уж слишком небезопасно, что вас тут могут везде ограбить или подстрелить в каком-нибудь темном переулке. Скажем за это спасибо боевикам и другим криминальным фильмам. Но в реальности все-таки дела обстоят несколько иначе. Я уже снимал видео в целом про преступность в Америке. Если вы вдруг не видели, то посмотрите, ссылка будет в описании. В целом же Америка довольно-таки безопасная страна. Уровень жизни высокий, уровень благосостояния среднего американца здесь в разы выше, чем в большинстве других стран мира. Поэтому, хоть без преступности вообще нельзя обойтись, но все же не стоит драматизировать и бояться, когда вы сюда приезжаете. Тем не менее, существует несколько правил безопасности, о которых я все-таки хотел бы поговорить и которых стоит все-таки придерживаться, чтобы не попасть в неприятности. Некоторые из них обусловлены не прям законами и прям вот безопасностью, а просто культурными различиями и местным менталитетом. Начнем с очень банального, но я знаю, что многие все равно никак не понимают этого. И это произносить слово на букву N по отношению к афроамериканцам. Вам не нужно тут искать логику. Это просто культурная и историческая особенность конкретно этой страны. Есть как бы два варианта этого слова. С ER на конце и с A на конце. Вот первое слово является прям оскорбительным, особенно если его произносит белый человек, так как именно этим словом белые когда-то обращались к рабам, когда здесь было рабство. А второе слово используется в значении друг, братан, но тоже просто обычный белый человек не может это произносить без того, чтобы не нарваться на претензии со стороны окружающих. Нередки случаи, когда, например, вы хорошо общаетесь или дружите с афроамериканцем, то можно его называть этим словом, но опять же только если вы получите как бы одобрение от него самого. В Америке считается, что оба эти слова принадлежат формально именно афроамериканцам. И только они вправе им распоряжаться. Да, я знаю, что звучит это странно и что эти слова содержатся в очень многих песнях, в кино. Но вот как бы что есть, то есть. Не пытайтесь это логически понять. Надо это просто принять как факт. Это разница менталитетов и культур. Как в России, например, вы можете спокойно получить в лицо, если пошутите про маму с какими-то кавказскими народами. А вот в США, например, в шутках про маму нет ничего страшного. Здесь об этом шутят в кино, в сериалах и так далее. Это просто разница культур. Помимо слов на букву N в отношении афроамериканцев, в Америке также есть еще и другие оскорбительные слова в отношении других народов. Например, в отношении евреев есть вот это слово и в отношении китайцев. Вот такое слово, например, есть. Их также нельзя произносить. Хотя внутри этих групп люди вполне могут в шутку так вот друг друга называть. В принципе, с натяжкой можно сравнить это со словом хач в России в отношении кавказских народов. Но в Америке эти слова имеют гораздо более оскорбительный оттенок, чем у нас вот это слово. Особенно в отношении афроамериканцев, так как здесь все-таки было рабство. В общем, чтобы все было окей, просто не произносите эти слова в Америке. И все. Ну и в тему разных слов на английском языке, перед поездкой в Штаты никогда не будет лишним подучить английский язык. Даже живя здесь, я все равно продолжаю учить английский. Так как сам язык очень живой и он постоянно впитывает в себя какие-то новые слова и новые выражения. В связи с этим хочу порекомендовать вам канал онлайн-школы английского языка English. Обучение у них прошли уже больше 30 тысяч студентов из 52 стран. Их методика обучения позволяет заговорить на английском языке в два раза быстрее, чем с репетитором. На канале English. вы не только сможете быстро подтянуть ваш английский язык, но и отлично проведете время. Всегда будете знать, что посмотреть, ведь на канале регулярно выходят обзоры фильмов и сериалов и YouTube-видео, по которым удобно учить английский язык. Вы там также найдете полезные советы и упражнения, чтобы прокачать английский или поддерживать уровень языка. В общем, будете в курсе всего. На канале ребята обсуждают самые актуальные темы в мире и в интернете, как серьезные, так и не совсем. В общем, если учиться по учебникам вам скучно, то подписывайтесь на канал English. И учите английский язык с удовольствием. Ссылка в описании. Следующее, что вам надо знать, это когда вас здесь вдруг останавливают полицейские, то нужно на 100% следовать указаниям офицера полиции и ни в коем случае не делать никаких резких движений. Все наверняка наслышаны о том, что в США полицейские могут и пристрелить. Они, конечно, не будут стрелять без предупреждения. И то только в том случае, если вы своим поведением будете представлять опасность или будете совершать, знаете, какие-то движения руками, которые могут быть интерпретированы полицейскими так, как будто бы вы тянетесь за оружием. Типа вот такие вот всякие движения. То реально могут пристрелить. Но вообще, после вот всего времени жизни здесь, мне очень сложно представить, что здесь нужно сделать такого, чтобы тебя реально остановили полицейские. Меня ни разу в жизни здесь не останавливали. Я езжу нормально, соблюдаю все правила. А просто для проверки документов здесь никогда не останавливают. Поэтому, если вы будете гонять или будете пьяным за рулем, то тогда да, вам точно прилетит и вас остановят. Зачастую полицейские по громкоговорителю просят держать руки на руле, не делать никаких резких движений и спокойно показать все необходимые документы. При этом выходить из машины не нужно, а то это может плохо закончиться. Конечно, если они сами не просят вас выйти из нее. В общем, если вас остановили, то делайте все в точности, как говорит офицер, и все будет окей. Следующее, что вам надо знать, чтобы не попасть в неприятности в США, это держитесь подальше от неблагополучных районов. Америка гигантская страна. Здесь живет 320 миллионов человек. Здесь есть как нормальные места, так и не очень. И это нормально. Особенно это касается крупных городов. В каждом крупном городе всегда есть места, где преступность сильно выше, чем в других. Не будем вдаваться в причины этого, просто примем, что это имеет место быть. Это факт. При этом прелесть Америки в том, что все эти неблагополучные криминальные районы, они всегда всем известны и всегда четко ограничены. Если вы останавливаетесь в отеле или спросите у местных, а американцы, они всегда очень отзывчивы, всегда помогут и подскажут иностранцу, то вам расскажут, в какие районы лучше не ездить. И мой вам совет, реально лучше не испытывайте судьбу и не езжайте туда. В США все-таки разрешено полноценное огнестрельное оружие. И даже здесь, в Лос-Анджелесе, есть несколько районов, где даже средь бела дня может произойти перестрелка. Просто не надо туда ехать, и вы точно не столкнетесь ни с чем таким криминальным и опасным. Главное, что вам надо запомнить, это то, что такие места с повышенной преступностью всегда четко ограничены. И они практически никогда не выходят за пределы своих собственных границ. То есть прям буквально, вы можете поехать на границу с плохим районом, и там будут нормальные рестораны, общественные пространства, куча народа. Но стоит вам пройти буквально пару блоков, и там может начаться полная дичь. Вот так вот это работает. В общем, просто не надо ехать в злачные районы, и все будет окей. Идем дальше. Не оставляйте вещи в машинах. Особенно, если машина стоит ночью на уличном паркинге или вообще в каком-то месте с большим количеством людей. Лично у меня никогда не было инцидентов, но у многих моих друзей и знакомых реально были кражи из автомобиля, когда им разбивали стекло и забирали вещи, когда машина стояла на паркинге. Был даже один такой случай, когда мой друг, привет Герман, если вдруг смотришь, в общем, он решил посерфить в не самом благополучном городке недалеко от Сан-Франциско, и злоумышленники, которые оказались там, они были довольно-таки хитрыми. Они как-то поняли, что у него в машине была техника, ноутбуки и так далее. И они специально проследили за ним до пляжа, подождали, пока он там переоденется, пойдет заниматься серфингом. И после этого они забрали с пляжа ключи от машины и угнали ее, украв, естественно, все вещи. Машину потом нашли, но опыт, конечно, не самый приятный. Ну и надо понимать, что в Америке все эти кражи личных вещей воспринимаются несколько иначе, чем в России, так как у многих здесь все застраховано, и обычно буквально на следующий день бесплатно возвращаются все эти телефоны и прочие вещи. То же самое касается и банковских карт. Все работает очень четко, и никаких серьезных материальных потерь здесь не происходит. Но имейте в виду, личные вещи в машине на всякий случай не оставляйте. Ну и в связи с кражами также хороший совет. Если вас, не дай бог, грабят, то отдайте все и не надо геройствовать. Я, конечно, очень сильно драматизирую. Я с этим не сталкивался, слава богу, да и мои друзья тоже нет. Но когда я только приехал в Штаты в самый первый раз и был в Нью-Йорке, то там одна девушка рассказывала мне, как ее с мужем ограбили в темном переулке зимой какой-то мексиканец, наставив на них пистолет. Они просто отдали кошельки, где даже не было наличных, и грабитель сразу ушел. Это реально единственный случай, о котором я слышал за все время здесь. Думаю, что сейчас такие вот грабежи на улицах крайне неактуальны, так как всякие айфоны тут стоят копейки и вообще очень доступны для американцев. Наличные практически никто в больших количествах не носит с собой, а карточки блокируются ну за секунду. Да и мне вообще сложно представить какую-то гипотетическую ситуацию, что грабитель, например, заставит под дулом пистолета снимать наличку из банкомата, так как, во-первых, народ в Америке очень чуткий и на любую чрезвычайную ситуацию реагирует очень отзывчиво и сразу вызывает полицию и пытается помочь людям. А во-вторых, здесь даже в местных американских банках очень маленький лимит на снятие наличных в банкоматах. Поэтому не думаю, что сейчас большая какая-то вероятность попасть под вооруженное ограбление. Но если вдруг, если вы там поедете в этот опасный район, если попадетесь, то просто отдавайте все, так как у людей здесь есть оружие, ну и не надо рисковать. Следующий совет. Обязательно делайте страховку для выезжающих за рубеж, прежде чем ехать в Америку. В США реально очень дорогая медицина. И в случае чрезвычайной ситуации вам всегда в любом госпитале, конечно, окажут необходимую помощь, даже сделают операцию. Но после этого ждите выставленного счета и долг на свое имя. Неоплаченные медицинские счета для туриста в Америке никак не повлияют на выезд из страны. Но вот на дальнейшее получение визы и последующие въезда в страну точно могут повлиять. Поэтому лучше имейте страховку для выезжающих за рубеж. Она стоит реально копейки, но в случае чего сможет сэкономить вам огромные деньги, если с вами вдруг что-то случится в Америке. Не пренебрегайте этим советом, пожалуйста. Скажите мне потом спасибо. Ну и последний совет. Когда будете взаимодействовать с американцами, то, пожалуйста, не приближайтесь к ним слишком близко и тем более не трогайте их. Это связано с тем, что у американцев личное пространство, на мой взгляд, оно больше, чем у нас. Даже если вы посмотрите на американские очереди, на кассе или в банкомат, то увидите, на каком большом расстоянии друг от друга они стоят. Это все из-за личного пространства. Они не любят, когда к ним приближаются слишком близко, тем более, когда их трогают. Да, у некоторых народов вполне нормально при первой встрече обниматься, даже целоваться в щечку, но у американцев в большинстве своем это все вызовет сильный дискомфорт и отторжение. Поэтому просто имейте это в виду. Ну и наверняка вы заметите, как в магазине еще в каком-то узком на эти пространстве люди, проходя мимо вас, всегда будут вам говорить «excuse me». Это они типа извиняются за то, что вторгаются в ваше личное пространство, чтобы пройти мимо. Хотя между вами может быть метр. То есть в России бы так никогда не сделали, здесь всегда будут говорить «excuse me». Вот поэтому берите с них пример и делайте так же, если хотите избежать недопонимания. Вот такие вот советы, друзья, о том, чтобы не попасть в дискомфортные или даже опасные ситуации в Америке. У меня на самом деле есть еще что сказать на эту тему. Если вам вдруг интересно, то могу снять еще подобных видео. Напишите в комментариях об этом. Ну и давайте также обсудим все выше приведенные советы. Звучат ли они для вас удивительно или в этом ничего такого нет или может быть вы сами уже были в Америке или живете тут и можете какие-то из них подтвердить или наоборот опровергнуть. В общем, очень интересно. Давайте обсудим в комментариях. Ну и напоминаю, что для подписчиков канала действуют специальные условия в нашем визовом центре. Если вам нужна помощь с оформлением шенгенских виз, туристических виз в Великобританию, в США, в другие страны мира, то переходите по ссылке в описании, читайте отзывы и оставляйте заявку. Наша команда совершенно бесплатно вас проконсультирует и ответит на все интересующие вас вопросы. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поделись всем с друзьями и увидимся в новых роликах. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok